В Ленском детском саду «Сказка» в разгаре ремонтные работы. Демонтируют и полностью меняют на новые полы в деревянном корпусе. Прежние сгнили так, что повелось стены, и в помещении опасно было находиться и детям, и взрослым. Однако ремонт затянулся, вернее, поздно начался, по причине проволочек с торгами. Что уже сделано на сегодня и когда откроется детский сад, расскажет Елена Порыгина. Детский сад «Сказка» на ремонт закрылся еще в начале августа, но должен был закрыться раньше. Долго шли торги, после которых ждали подрядчиков, а подрядчики затем ждали материалы. В связи с мелководьем доставка грузов в этом году затянута. Но работники сада времени зря не теряли. Чем хорошо было, что у них материалы поздно подошли, мы успели сделать большой капитальный ремонт в помещениях, что мы не планировали. Мы белили, красили, мазали, участки ремонтировали. Но все позади работы по ремонту в «Сказке» в самом разгаре. Детский сад «Большой». Его статус – центр развития ребенка. Здесь 11 групп. 225 маленьких линчан приходят сюда оздоравливаться. У нас 5 специализированных групп для детей с нарушением речи. Одна группа раннего возраста и все остальные. Сад оздоровительный. Поэтому деткам все условия создаем – оздоровить их, подготовить к школе, устранить дефекты, которые у них имеются. В каменном здании ремонт заканчивается, а вот в деревянном корпусе только начался. Причем очень серьезный и долгожданный. Последний ремонт здесь был после наводнения. За 15 лет на 100% сгнил пол. Строители из Якутска принялись за работу. Снимают линолеум и демонтируют гнилые доски. Пока директор не знает, какие они мастера. А вот в каменном корпусе бригада местная. Строители фирмы сами. Отцы поэтому стараются на совесть. Более ответственность как-то больше, конечно. И все равно переживания есть, чтобы и не простудились ребятишки. У меня дети, допустим, они в другой садик ходят. Но я бы также и ответственность и дома делал. На ремонт каменного корпуса ушло около миллиона рублей. Это деньги компании «Трансгаз Томск». На капитальную замену полов в деревянном корпусе сторговались на 2 миллиона 800 тысяч. И хотя пищеблок и корпус для самых маленьких уже готовы, а к концу недели сдадут еще один, до конца сентября детям и родителям придется подождать, пока не сделают полы в деревянном здании. Ни о каком открытии речи быть не может. Елена Порыгина, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».